Обыкновенно, подобно Каину, стенат и трясется таковой, плывет ли б на море, подозревает кораблекрушение, проходит ли по пустыне, боится, что впадет в руки разбойников, ударит гром, и ему кажется, что он именно для него случился. Блеснет молния, и он боится, как бы она его ни опалила. Он, видя, не видит и слыша, не слышит, расстроенный, имея чувства. Но что ужаснее такой жизни? Мне кажется, что лучше Адану быть зверям, чем пагубным страстям, потому что там только тело гибнет, а здесь и душа, и тело. Не совсем, но совсем не то бывает у добродетельного. Будучи свободен от греха, говорю это не об одной сласти похотной, но и о всякой другой страсти. Он радуется и вкушает удовольствие сам себе. Царствует правды, не страшно ему ни на море, ни на суше, ибо имеет живущим в себе Бога, к которому и взывает в опасных случаях. Не убоюсь зла, ибо ты со мною. Не убоюсь от тьмы людей, окрест нападающих на меня. Не убоюсь, когда смущается земля и перелагаются горы в сердца морские. Видишь, что значит добрая жизнь? Она-то и есть настоящая блаженная жизнь. Ее и мы восприяли по милости Божией, о ней теперь и вся забота наша и попечения. Возревнуем же более и более преуспевать в ней, всему подчиняясь с благоговением, делом являя всякое послушание, всякое смиренно-мудрее, всякую чистоту душевную. 249 Время ныне у нас сеяние семян вещественных, пшеницы и других, и видим, как люди с раннего утра спешат, наделая это, и до ночи трудятся неутомимо, всячески стараясь и хорошо посеять, и достаточно свои годовые потребы телесные. Что же мы, духовные сеяния делатели, спим и остаемся незасеянными, чем должно? И как потом стерпим голод вечный? Страница 484 В благословении пожнет. Но что нам сеять? Молитвы, моления, прошения, благодарения, веру, надежду, любовь. Вот семена благочестия. Вот чем питается душа. Но вещественное сеяние долго терпит земледелец, ожидая дождя, когда придет утром или вечером. В нашем же духовном сеяние мы сами, господа, того, чтобы дождить и орошать, то есть плакать и сокрушать все, когда хотим и сколько угодно. Если же таким образом дело это в нашей власти, то, прошу, будем засевать как можно больше и орошать обильнее, и умножать порождение правды нашей, чтобы, когда настанет духовная жатва, могли мы и руки Илона наполнить духовными рукоятиями, и сподобиться услышать благословение Господне на вас. Благословляем вас из дома Господне, труды рук твоих, а трудов рук твоих будешь есть, блажен ты, и благо будет тебе. И об этом таково слово наше. Но хочу напомнить вам, братья, что ночи у нас мы не стали увеличиваться. По мере умоления дней, известно же вам, что как бдение иссушает тело, так многоспание уточняет плоть, а вместе с уточнением плоти питается и страсти. По этому случаю имею вам нечто сказать. Что же? Кто из вас имеет псалом, имеет учение, имеет молитву, все же соразмерно да совершается, все к созиданию души добывает, к благоустроению духа, да не искушает вас сатана невоздержанием. Говорю это не в отношении только ко сну, но и в отношении к пище и питью, и ко всему другому. Ибо все в меру бывающее прекрасно, потому что соблюдает нас безопасными от уклонения на ту или другую сторону и от преткновений. Теперь одно слово вот о чем. Так как державный царь возвратился с похода, то, может быть, в сердцах ваших поднимаются помыслы, как после этого пойдут дела церкви и, в частности, наши. На это имеем мы руководство в Писании. Возложи на Господа печаль твою, и Он сотворит. И если Бог за нас, то кто против нас? Как в предшествовавшие года сохранял Он жизнь нашу, избавляя нас от разных искушений и скорбей, так и после этого будет. Как уповаем хранить нас. Только достойно Евангелия будем жительствовать, небесно имея житие, как странники и пришельцы на земле. Ибо кто из вошедших от века в жизнь здешнюю остался в ней навсегда? Не сели приходившие, а пять вышли, как из страны чужды. Так что здешнее пребывание есть для нас пришествие. Истинное же наше обитание и наследие в другой жизни, в которую, переселившись, досподобимся со всеми святыми наследниками быть Царствия Небесного. 250. Велико и неизреченно человеколюбие к нам Господа нашего Иисуса Христа, что Он не только пришел благовестить мир нам дальним и ближним, как написано, но и вошед на небеса оставил нам святых апостолов то же самое благовествовать, как пишет блаженный Павел. По Христе же молим, и как бы сам Бог через нас, примиритесь с Богом, ибо неведавшего греха Он соделал за нас клятвою и за грех. Какое безмерное о нас попечение, какое неизреченное человеколюбие, не знавшего греха, по нас грех сотвори. Как и каким образом? Не о грехе, как справедливо осуждаемом, беззаконном действии, говорит Он, да не будет, ибо греха Он не сотворил и не было лести в устах Его, но о том, что Он облегся в наше, поврежденное грехом естество, что недуги наши пиял и болезни понес, что за нас распят был и бесчестнейший подвергся смерти. Вот что значит, по нас грех и его сотвори. Да чего? Да мы будем правды Божия о нем. Как? Избавившись от греха, осуждения достойного, и в нем живя и движись. Почему и наводить? Говорит, поспешивающий же и молим, не вообще благодать Божия прията будет вам. 2 Коринфянам 6.1, 1 Петра 2.22 Видите, как уговаривает и убеждает. Что значит, что не напрасно благодать Божия будет принята вами? То, чтобы мы не возвращались назад, чтобы не поддавались тем же страстям, от которых отказались, и не были нарушителями обетов, какие дали перед лицем Бога и святых ангелов. Но что? Надо в обновленной жизни начнем ходить. Жизни чистой и непорочной, добродетельной, небесной. Дошедши до этого, хочу показать вам некую сокровеннейшую силу слова. Что же именно это такое? Душа человеческая имеет три силы. Мыслительную, раздражительную и желательную. Дело мыслительной силы веровать во Святую Троицу. Дело раздражительное и гневаться на змея-искусителя, отнюдь не подпуская его к себе. Дело желательное вожделевать и любить сотворшего нас Бога. Но дьявол изменил и извратил эти душевные силы, начал устроять нам через них пагубу. Как? Силу желательную в правоте нашем Адаме, соблазнив ко вкушении запрещенного. Силу раздражительную в каянии, возбудив к убиению брата его Авеля. Силу умыслительную уклонив человечество к идолопоклонству. Вот каков образ действования завистливого врага нашего. Мы же прибудем в том, к чему созданы. Всеми тремя силами утверждаясь в добре и украшаясь духом. Не попустим в себе погубить благородство, которым облагородил нас Господь, усыновив нас Богу и Отцу. И лица же прияли его, говорит Евангелие, им дал власть быть чадами Божьими. Поскольку таким образом мы соделались с чадами Божьими, не дадим себе стать чадами гнева, поскольку наименовано наследниками Божьими. Не попустим себе сделать наследниками огня неугасимого, поскольку призваны членами Христовыми, признаны, да не сотворим себя членами блудничьими. Не будем озираться на мир и на то, что в мире, не будем обращать очей на красные здешние жизни, которые суетны и скоро гиблищи. Пусть, говорю предположительно, насытимся мы удовлетворением похоти плоти и крови. Какая польза в крови моей, когда я сойду воистление? Взглянем во гробы и увидим, чем кончается похотная свасть. Пусть обложены мы стяжаниями и деньгами. Что же, не нагими ли мы вошли в мир сей? Нагими и выйдем из него, ничего не унося с собой, кроме дел правых или неправых. Почему святой Давид его пиец? Одного просил я у Господа, того только и ищу, чтобы пребывать мне во все дни жизни моей в доме Господнем, зреть красоту Господней, посещать святый храм его. Вот блаженная жизнь. Вот благая часть, которую избрали святые отцы наши, как и ныне воспоминаемый Павел, блаженный исповедник, которого, каковы и калики борений и подвиги, мы немного слышали, и которому, подражая, будем усердно продолжать труды нашего подвижничества и переносить тяготу гонения, коего удостоились, не отступая и от обычных у нас деланий. И будем неутомимы, тещи путем своим. Если поткнемся, поспешим скорее встать, побеждая супостата своего дьявола. Да и мы получим венец правды со всеми святыми во Христе Иисусе Господе нашим. 251. Болел я, и молитвами вашими оздоровел опять. Но доколе будем мы опять таким образом возвращаться к здравию? Придется, конечно, смертный час, когда не будет иметь места это возвращение. Придет и отдалит меня от вас и перешлет отсюда во иную сторону. Однако поэтому вам не следует помышлять о сиротстве, ибо не ложен, сказавший, не оставлю вас сиротами. И вот я с вами во все дни до скончания века. Кроме того, увидим друг друга в день тот. Но когда бы можно было сказать, в радости неизреченной и в жизни нескончаемой. И что перестрадал я во время болезни, знаете, как, будучи схвачен ознобом, подвергся я нестерпимому трясению, как скоро потом был объят палящим жаром целый день. Страдая так, я подумал тогда в себе самом, не так ли в будущем веки от мук в тартаре будут переводить в гиенну огненную, так что двум или больше того мукам будет повинен бедный человек. Но одной или двум подвергнемся, кто там мукам подвергнется, и здешних страданий можно заключать, сколь нестерпим гнев Божий на грешников, и от этого, объявшись страхом и трепетом, принять решение всячески попищить, не впасть в нестерпимые те муки. Вот и настоящее гонение для одних послужило поводом к проявлению добродетели, и они просияли, как светило в мире, слово жизни содержав похвалу мне, если можно так сказать, в день Христов. Сколько добра они сделали, и какого усовершения достигли, что и себя самих спасли, и спасают, став опытными через подъятие искушений, очистившись, как золото в горниле, через перегорение в огне скорбей и страданий, и других привлекают к тому же, явясь таким образом спасителями многих и своих и чужих. Для других же, впрочем, очень немногих, гонение было поводом к делам злым, по причине их самопроизвольной жизни, нестесняемой законом послушания, и оставляющей им свободу совершать свои стыдения. Почему очень уместно сказать о них словами Писания? Потемнее, более саживит их. Плачь Ремея 4,8. Таковым и я вас запию, сыны беззаконные, вы оставили Господа, изменили законы монашеского жития. Право ступать не умеете, но как хромые шатаетесь туда и сюда. Отстали вы от спутников своих и стали женолюбивы. Иные из вас живут одни, и другие же рабов нанимают, и даже в торги пускаются, побуждаемые сребролюбием. Не страшит вас ни кара пророческая, ни угроза апостольская, ни увещание моего смирения. Один же из таковых, пленившись красотой, поползнулся на хищение и даже на отречение от Бога. Что делаешь ты, несчастный сын погибели? Сколько раз пел ты? Куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу? Или, увлекшись советом, совсем хочешь ты сдружиться со змеем, прельстившим Еву, и вместе с ней изгнавшим из рая правоца нашего Адама? Не думаешь ли еще отречись от Христа, с которым сочетался через обед девство, и сочетаться с грехом, через который смерть вошла в мир? Не слышишь разве, что в апиет Евангелия о действующих таким образом? Черви их не умирает, и огонь не угасает. Не в нем лишь тому, что говорит апостол, блудников и прелюбодеев судит Бог? Что приобретаешь ты через совершение греха? Не мрак ли понзение сердца, как мечом? Не низвержение ли в глубине отчаяния? Не самого ли прельстившего тебя сатану, который теперь понуждает тебя ухватиться за петлю, как некогда Иуду? Отрезвись, омраченни! Беги от сети смертной погибельной! Не давай себе запутаться в пленке адской, чтобы потом жить здесь жизнью Каина, с теня трясясь и бегая всякого знакомого лица, и в будущем веке быть осужденным в гиену огненную, когда придет Господь прославиться во святых своих и дивен быть во всех, верно ходивших по заповедям его, им воздавая достойные награды, а противоположных им отсылая в уготованные им нескончаемые муки. 252 Вот приближается праздник Богоявления и день радости при дверях, радости воистину великой, какой не было от века. Ибо Сын Божий грядет к нам не в гаданиях и символах, как, видимо, бывал Он ветхозаветными отцами. Через рождение от Девы, нисходя и самолично являясь нам, чего не вече. Ничего не было блажения в родах родов и ничего придивней во всех чудесах, какие сотворил Бог от века. Поэтому ангелы благовествуют о совершившемся таинстве. Звезда указывает, что на земле родился пренебесный. Пастыри спешат увидеть благовещенное им спасение. Маги несут царственные дары и поется необычайно новая песнь о необычайно новом деле Божием, которым Вышний Бог прославляется «На земле же мир водворяется». Как свидетельствует и апостол, говоря, «Ты есть мир наш, сотворивший из двух одно, и уничтоживший, стоявшую посреди преграду, плотью и своей, закон заповеди, учением упразднив, да из двух созиждит воедино нового человека, творя мир, и примирить обоих во едином теле Богом, крестом убив вражду на нем. Сие желали видеть от веков пророки и праведники, но не видели, как только верою. Мы же и видели, и руками своими осязали его, как написано, видели и возвещаем об этом слове жизни. Жизнь явилась, и мы прияли сына положение. Но что воздадим Господу, а всех, что он воздал нам? В ответ на это возгласил предварительно уже святой Давид, «Чашу спасения прийму, имя Господне призову». Но будем, братья, радоваться, что и мы сподобились воздать воздаяние Господу о всех, я же воздаде нам. Какое же это воздаяние? Крестоносная жизнь, воспринятая нами, и исповедание, в котором стоим и хвалимся упованием славы Божией. И это надлежит нам праздновать не один день, но через всю жизнь. Те, которые управляются плотью и в плену находятся у страстей, не праздновать не могут, хотя кажутся празднующими, не свободными быть, будучи рабами страстей, проданными под грех, о чем и написано. Всякий творящий грех есть раб греха. Раб же не пребывает в доме вечно, сын пребывает вовек. Так как и мы подобились названными сынами по благодати, то и в доме пребудем вовек, если только начаток состава даже до конца известен удержим. Почему Духом Святым, будучи укрепляемы, будем стоять в монашеском нашем устроении и доразумеваем друг друга в поощрении любви и добрых дел, в послушании, смирении, кротости и во всех других прекрасных рачениях, не ослабевая в своей доброй решимости, на усилие к усилиям прилагая, и это тем более, чем более приближающимся видим день Господень. Ибо приближается день этот великий и славный, в который Судья всех открыто явится, и узрин будет во славе, в которой виден был апостолами в божественном преображении, и воздаст каждому по делам его, буди и нам со всеми святыми узреть его благоволительным лицом, возревающим на нас и приемлющим Царство свое небесное. 253 Вот переходим из года в год, из одного времени года в другой, от праздника к празднику, и остановки нет никакой в течение жизни этой. Всяко, однако, должно уже мы дойти, должны до конца ее, и войти в покой свой, шедше в покой его, и тот впосил от дел своих, как от своих Бог, как написано Евреям 4.10. Какой же это покой в Царстве Небесное, в которое подвигая нас апостол говорит, постараемся же войти в покой тот, да никто в ту же притчу противления впадет. Что он хочет сказать? То, что как израильтянам обещал Бог, что введет их в землю обетование, за то, что они потом оказались непокоривыми и приогорчевали его, не пришлось им войти. Так и мы, если будем непокорны заповедям его, никак не войдем в Царствие Небесное. Сорок лет, говорит Господь, негодовал ради того и сказал, напрасно заблуждают сердцем, всегда они не познали путей моих, и поклялся я во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Так было у них. У нас же не сорок лет, но в продолжении всей жизни каждого ожидается покорность. Почему, если не постараемся исполнить все заповеди Божии, то он и о нас скажет, не войдут в покой мой? Но тех не вошедших кости пали в пустыне. Если же мы не войдем, то и тела и души наши ввержены будут в гиенну огненную. А это наказание несравненно тяжелее того, ибо написано «Отвергся, кто закона Моисеева без милосердия при двух или трех свидетелях умирает, то сколь тихчайшему повинен будет наказание тот, кто попирает сына Божий и кровь завета скверной возмунив, ей же осветился и духа благодати укоривый. Какая же причина преградила тем вход? Неверие, ропот, хула, противоречие, ожесточение, гордость, блуд. Вот что погубило тех. Бежим же от этих страстей, как от лица огня, не веруя обетованиям Божиим, но веруя, что он силен и вспомнит, что обетовал. И роптать не будем, ни хулить, ни ожесточаться, ни противоречить. Будем же друг ко другу, добрый, милосердный, прощающий друг друга, как и Бог во Христе простил нам. Всегда мертвость Господа Иисуса на теле носящий, всегда готовы, будучи на смерть за Христа, всегда обновляясь молитвами, молениями, слезами, созерцаниями небесных видений. Так жительствуя, войдем мы не в землю текущую медом и молоком, как древние, но в землю кротких, туда, где источник жизни и бессмертия, где красота небесного Иерусалима, где радость и веселье, где блистание блаженной и живоначальной троицы. 254. В Бельге состязующиеся на ресталищах однажды в год делают это, и то на короткое очень время, а затем состязание прекращается, и победители и побежденные и зрители расходятся. Но совершающие поприще девства текут не один день, а всю жизнь, и путь их и течение по нему невидимые, как невидимые брань, какую имеют они с невидимыми врагами. Девство есть величайшая добродетель, досязающая самого верха небес. Люди по образу жизни на двое делятся. Одни живут брачно, а другие безбрачно. Брачные живущие составляют низший мир, а безбрачные наполняют мир высший. Те подлежат работе тлению, а эти сподобляются блистать не тлением. И как если бы кто увидел человека окрыленным, справедливо удивился бы, как он имеет вид то человека, то ангела. Так и хранящий подвижнический девство странное некое зрелище представляет и для ангелов, и для людей. Во плоти он и выше плоти, в мире и выше мира. Почему когда кто отрекается от мира, говорят, что он избрал образ жизни примирный? И Господь в Евангелии сказал, есть скопцы, которые от чьего матери родились скопцами, есть скопцы, которые от людей скоплены, и суть скопцы, которые исказили сами себя царствие ради небесного, и приложил, кто может вместить да вместит. Видите, что для многих дар этот невместим и отложен только для тех, которые распинают себя образом жизни своей. Будем же радоваться и срадоваться друг другу, будем благодарить, безмерно благодарить, что по человеколюбии Божьей призваны мы в такое достойное звание, которым Бог прославляется и которому люди удивляются. И не только это, но и жизнь будем вести сколько можно внимательнейшую, потому что многие падали с такой высоты, как в давние времена, так и ныне, одни надмившись превозношением, другие поражены в беспечности и нерадении, из которых то и другое пагубу душе причиняет. Какое же средство избавления от этого? Птица в полете своем имеет средство избавления от беды, ибо когда почует близость славца, в другое место и избегает уловления. Так и мы, когда ловец душ наших дьявол приступит, тогда как окрыленные духом, воспарив созерцанием горе, взыщем вышних и горнее возмудрствуем. Подлагает ли он сласть похотную, мы восставим чувство благородства души? Выдвигает ли действ греха, мы всей мыслью обынем строгость суда, так противопоставляя одно другому и помыслы помыслами отражая, спасемся от все губители. Какой же потом конец подвигов? Для плотских борцов венец тленный, а для нас нетленный, для тех радость временная, а для нас веселье вечное. И блаженны мы, если дерзновение похвалу упования даже до конца известно удержим. Почему прошу, прибудем в молитвах и молениях, сокрушении и слезах, смиренно мудрии и послушании и исповедании и других подвижнических деланиях, и с Божьей помощью одержим победу над врагом. Но об этом довольно. Теперь о брате Мемноне. Так как он хоть как-нибудь опомнился и возвратился, то нам надо приять его, чтобы как не был он позжен скорби многою. Имею однако сказать вам при этом, что всякий творящий грех не только раб есть греха по слову Господа, но и мерзок для любителей и добродетелей, и может быть иной устыдился бы облобызать его, чтобы не запятнаться грехом его. Но поскольку Господь наш Иисус Христос расточившего все свое с блудницами блудного сына не отверг, когда он возвратился, то и мы не оттолкнем от себя, но примем брата этого дружелюбный и возвеселимся о возвращении его с благодарностью и помолимся о спасении его. Так исполняя заповедь, как ученики Господа Спаса нашего достойны будем наследовать Царство Небесное. 255 Почил брат наш Феодор один из лучших и по послушанию искусной и по исповеданию надежной, раны приявшей за Христа в темнице и в изгнании окончившей жизнь. Что может быть радостнее этого? Столько братьей наших до сотни и с прибавком простирается число их, в какие места заброшены были, там воссияв подобно звездам оставили священные тела свои во свидетельство православия ныне живущим и последующим родам. Я говорю не о нашем только братстве, но о братьях из других монастырей в изгнании окончивших жизнь свою. Вот величайшее утверждение Церкви Божией. Такой облик имеет она свидетели облак о поклонении иконе Господа нашего Иисуса Христа при чистой Богородице и всех святых Его. Так что если б ничего другого не имели мы в руках, этого одного достаточно было в доказательство истины для тех, которые имеют здравый ум. Да постыдятся же противники православия. Ибо кто из них, борясь за свою веру, подъял когда-либо такие страдания? Никто и никогда, но они подобно ночным животным в ночи своей ереси парят и смелы бывают. Когда же появится свет дня и православие воссияет как деница, они укрываются в норы своего лукавого мудрования. И пусть их плутают при свете своего огня ими самими зажженного. Мы же Господом нас данные на основании апостолов и пророков и богоносных отцов наших приводим твердо укорененными на последующее время, немало не колебясь от человеческих устрашений. К получению спасения нам прилежит еще только по апостольской заповоде созидать на основании веры своей правой золото, серебро и драгоценные камни, а не дрова сена и хворост, эту пищу огня. Но так утвержден того никто не может поколебать в его вере в Господа. Христос нас искупил от клятвы закона и был за нас клятвой, как написано. Не попустим же себе опять попасть под клятву. Христос омыл нас в крови своей бани упаки бытия и обновлением Духа Святого. Не дадим же себе отнюдь опять возвратиться к срамным делам, от которых отказались. Если же не сделаем так, то в день откровения своего Он может сказать нам. Я сделал вас своими стелесниками, вы же члены Мои сотворили членами блудничьими. Я омыл вас от грехов ваших, так что вы не имели скверны или порока или чего либо такового. Вы же опять обложили себя зловонием страстей и очернили себя скверно и грехов. Я исполнил вас обильно умным светом через Духа Святого, а вы ум свой сделали жилищем неистовых страстей. Я сделал вас сонаследниками вечных благ. Вы же избрали быть лучше сонаследниками противника моего. Отойдите же от меня проклятый в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелом его. Но да не будет нам никогда услышать такой страшный глаз, испытать такой нестерпимый гнев. Почему со всяким рвением воззревнуем стяжать чистоту, слезы, сокрушения сердечные, исполняя свои послушания безропотно, бодрствуя в деле Божьем день и ночь, чтобы враг прокравшись не поглотил невнимательной души. Когда бы нам и при бдении избежать козни и змея, предрема они же как достигнуть этого? Но скажет кто, немощное и поползновенное естество наше. Согласен с этим и я в том же естестве состоя. Но прошу вот о чем. Как только случится, что такое, тотчас добудут раскаяние, исповедание, сокрушение сердца и живое стремление к восстановлению прежнего доброго состояния. Так действуя каждодневно достигнем искомого. Достигший искомого и желанный глаз, придите услышать сподобимся и царствия небесного наследниками соделаемся. 256 стр. 498 4 том добротолюбия святого Федора судит о наставлении монахом.